Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Замечательная мелодия прозвучала. Тебе, я чувствую, она всё больше и больше нравится. Да, да, да. Понедельник. Понедельник, октябрь, 11.08, а дневной разворот начинает свою работу. В студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Здравствуйте. Две темы у нас, как обычно. В первом часе мы будем говорить о транспортных картах. Благо это или проблемы несут они нам. В студии мы ожидаем Александра Харюшина, президента Вятского транспортного союза, депутата законодательного собрания Кировской области. На связи, мы надеемся, с нами будет Дмитрий Никулин, директор центральной диспетчерской службы, Наталья Мельникова, юрист, и Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребёнка в Кировской области. Почему мы Владимира подключаем? Потому что хотим некоторым образом исследовать случаи, когда высаживали детей, у которых не было подтверждающих документов. Справки из школы, если говорить более точно. Да, да. То есть когда маленькие дети 10-13 лет едут в автобусе, и им не верят. Почему 10? От 7? Ну вот, от 7. Мне уже тоже это скоро грозит, потому что моему ребёнку скоро 7. Во втором часе программы мы будем говорить о том, что по факту угроз в адрес Эдуарда Игнатьяна, который был одним из участников ДТП на Карла Маркса, возбуждено уголовное дело. Будем говорить по этому поводу. По любой из этих тем вы можете высказываться. И для этого мы сейчас назовём вам телефону прямого эфира и телефон для СМС. Да, у нас ещё планируется опрос. Чуть позже всё это озвучим. Итак, прямой эфир. Вы можете звонить, высказываться. 708-502-708-502. Номер для СМС 8-909-720-101-0. Ну, давайте небольшую предысторию введения электронных проездных в нашем городе напомним. Появились эти карточки в продаже 20 августа. Сентябрь месяц у нас считался переходным. От живых денег за проезд, да, и вот к этим карточкам. Ну, и вот в начале октября городская администрация отчиталась о том, что переход на систему электронных проездных у нас завершён. Всё, обзаводитесь, покупайте и ездите. Вообще, знаешь, произошло всё очень внезапно. Вот для человека, который либо давно в Кирове не был, либо он ездит за рулём своего автомобиля и садится нечаянно в автобус, да, там, не знаю, с ребёнком, там, ребёнка отправил, возил раньше на автобусе, он, может, вообще и не в курсе, что сейчас электронные карты, абсолютно, да, это как, знаешь, как раньше заходишь в автобус, а сколько сегодня проезд стоит? Там, если ты месяца два там не ездил в автобусе, ты не помнишь, не знаешь. А ты знаешь, я редко езжу, но я когда захожу, я ищу вот эту бумажечку, которая там должна висеть, стоимость проезда. Да, хочется, чтобы там большими буквами всё было написано. И вот ты заходишь в один момент, а там, наверное, когда-нибудь вообще будет написано, что там по печатку пальца только, и он должен быть зарегистрирован уже заранее. Ты сможешь оплатить этот проезд. Но давай будем так говорить. То есть эти проблемы возникли с льготниками, я так понимаю, да, транспортные карты. Да, те, кто должен ездить за 8,50, имеют право на это. Потому что льготу ты можешь теперь только приобретя, этот электронный проездной, в общем-то, получить. И в связи с этим возникает вопрос. 20 августа вышло распоряжение. Там небольшой период. 10 дней всего до сентября. И сентябрь, как переходный период, должен был объять всех жителей нашего города родного, чтобы они уже чётко осознали, что только купив электронный проездной, я могу сесть в автобус, в троллейбус и получить свою льготу. Иначе никак. И вот сентябрь прошёл, и с 1 октября, что бы там ни было, в какой бы амнезии ты там ни находился, да, то есть где бы ты ни был, ты должен чётко знать, что с тобой должен быть электронный проездной билет. Нет, его может и не быть, но в этом случае ты поедешь за 15 рублей. И ты поедешь за 15 рублей. То есть если ты хочешь получить свою льготу, то у тебя должен быть электронный проездной билет и справка, которая свидетельствует, что вот да, там, ты школьник, например. Или паспорт, которому видно, сколько тебе лет, 70, 80 или 90. Нет, пенсионное удостоверение в этом случае, подтверждающее право на льготный проезд. Пенсионное удостоверение. Ну, в любом случае, да, обязательно, что ты пенсионер. А то вдруг тебе 70, и ты не пенсионер всё ещё. То есть это обязательно должно быть у тебя. И вот получается, что не все люди, то ли не все люди услышали, то ли не все люди осознали, что нужно носить с собой все документы. Потому что было ощущение, что вот один документ поменялся на другой. Возили раньше с собой справки, которые я прекрасно помню, как бабушки там дрожащими ручками доставали из своих старых кошельков. А у меня детишки перед глазами стоят. Они достают справки, вот те, которые начальные классы, да. Затёртые, потёртые на уголках и так далее. Они зачастую чем-то там обклеены, ну, чтобы вот это продлить срок жизни, да, этим документам. Если утром ты едешь в тесной толпе, ты должен это всё достать, это всё не уронить, это всё показать, оплатить. А сейчас вот, когда поменяли на электронный проездной билет, как мне себе это представляется, у многих людей возникло ощущение, что ну вот это замена всем этим справкам. Вот он у меня же есть. Тем более, что там на обратной стороне, как мне представляется, есть графа, куда можно вписать фио, фамилии, имя, отчество. Есть такая штука? Ну вот, к сожалению, нет. Не подскажу, по-моему, нет. Мне сказали, что есть, но там фио ты можешь в любой вписать. А где подтверждающий документ, что это твоя фамилия, и твоё имя, и твоё отчество? То это всё нужно возить с собой, не все это поняли. Вот почему не поняли? И будут ли ещё какие-то другие там вопросы и накладки? Это мы сегодня попытаемся разобраться с нашими гостями и с нашими комментаторами по телефону. А пока мы для вас, слушатели, объявляем голосование. Голосование. Давайте ещё парочку номеров и телефонов. Вот всё время беспокоимся. Мы такое огромное количество номеров и телефонов озвучиваем. Желаем вам разобраться во всём этом правильно. Итак, сегодня мы ставим на голосование следующий вопрос. Введение транспортных карт. По вашему мнению, вариант первый. Сделала проезд в транспорте удобнее. Если вы придерживаетесь этой точки зрения, то звоните, оставьте свой голос по номеру 42-2301. 42-2301. Это за электронные проездные. И второй вариант ответа. Добавила проблем пассажирам. Ну, это, видимо, очевидно. Телефон 42-2302. Первый вариант 42-2301. И второй 42-2302. Звоните, высказывайтесь. И к тому же не забывайте про наш номер прямого эфира. Ждём ваших звонков. 708-502. И вот в нашей студии появляется Александр Харюшин. Президент Вятского транспортного союза и депутат законодательного собрания Кировской области. Александр, безусловно, в теме. И мы, конечно, будем ему задавать вопросы по поводу того, благо это или не благо, что у нас ввели электронные проездные. Александр, прямо вот с места в карьер. Вот этот месяц, чуть больше, чем месяц, полтора почти, много ли принёс проблем при введении электронных проездных? Здравствуйте. Вы, безусловно, в курсе происходящего как глава Транспортного союза. Насколько проблемно? Значит, отвечу так. Проблемно было потому, что это немножко было... Ну, неожиданно, наверное, и форсировано, правильно вы сказали. Но дали месяц переходного периода, то есть сентябрь месяц. И у нас же всегда такая есть пословица у россиян. Гром не глянет, мужик не перекрестится. То есть все тянут до последнего. В основном, я скажу, что прошло, если из пяти баллов, то на четыре балла переходной период. Основных и глобальных жалоб таких масштабных... Вот сейчас буквально после совещания перевозчиков я к вам попал. Значит, не было, потому что я этот вопрос задал буквально всем перевозчикам и муниципальным. То есть у нас, вы знаете, что в Союзе все перевозчики города Кирова входят и муниципальные, и частные. Из этого, значит, следует одно. Проблемы это все-таки маленькие есть с чем. Значит, выдают гражданам проездные, которые не имеют права пользоваться льготой. То есть в некоторых банках девочки не понимают, не знают, какая категория пользуется льготами. Вот такие вещи есть. Есть такое, что в октябре уже поехали и не положили деньги. Или наоборот, выдали карточку, не разблокировали ее. То есть пассажир проводит транзакцию, а денежек якобы нет, на счет тебя положили. То есть вот эти мелочи технические, они есть. А что-то такого большого и глобального, я думаю, что не произошло, иначе бы у перевозчики сегодня на Союзе все бы это озвучили. Ну, насколько я знаю, в сентябре было больше таких случаев, да, когда просто купили карточку и деньги не положили. Да. Ну, или бывает такое, что даже банк выдал карточку, но активировать ее забыл. То есть случаи вот такие единичные, они есть. Они как бы неизбежны. Бывали даже такие случаи, что, например, непонятно, два раза транзакция снималась. Вот интересно все равно. У нас звонок есть. Так, у нас телефонный звонок. Да, Александра, немножко прервем. Добрый день, алло. Алло. Да, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, да. Меня зовут Елена Ивановна. Елена Ивановна, вы пользуетесь электронным проездным? Нет, я его на этот месяц еще не приобрела, но нужно будет. Вот дело в том, что вот меня 510 рублей, не только меня, вот моя престарелая мама, ну никак не устраивает. Почему мы должны вот оплачивать на полгода там больше вперед? Почему мы с суммой не должны сами определиться? Вот, допустим, мне 30 поездок, может 10, может 15 на месяц достаточно. А 510 рублей 60. Представьте 80 лет человеку, когда она проездит эти 60 поездок. Ну, насколько мы знаем, можно неограниченное количество времени пользоваться этим льготным проездным. Ну, все равно это достаточно много, понимаете? Человек должен вперед проплатить то, что он может и вообще там может этим не воспользоваться. Елена Ивановна, скажите, пожалуйста, ваша мама, вот она как себя уютно чувствует с этой карточкой в руках? Да, конечно, нет. Что вы чего? Ей, во-первых, плохо видит, плохо слышит, с бодашком она ходит, ее постоянно надо сопровождать. Одной ей просто не справится. Ей нужно пенсионное удостоверение, нужно этот, если у нее какая-то сумочка с собой, вот этот бодажок, знаете, они же все плохо очень ходят. И эту кучу документов. Все вот это надо ей предоставить, все это сложно, конечно. То есть, насколько мы понимаем, основное, что то, что вас беспокоит, это большая сумма? И большая сумма, конечно, сумма достаточно большая. Пусть человек сам определит, сколько надо. Все равно, раз уж положена льгота, значит, он проплатит. Кому сколько нужно? 10, 10, 20, 30, там сколько поездок? Мы вас поняли. Спасибо, Елена Ивановна. Да, всего доброго. На 708-502 звоните, вы высказываетесь. Александр, что по этому поводу можете сказать? Ну, по этому поводу я хочу сказать, что в городской администрации, на ЦЗС уже прорабатывается вопрос, и в областной администрации прорабатывается вопрос о категории, если там 30 поездок, 90 поездок. Но я думаю, что это все-таки, у нас еще одна беда есть, да, страхование назревает с Нового года. Мы говорили недавно об этом, да. Я думаю, что это все уйдет к Новому году, и эти вопросы будут рассмотрены, потому что там либо это надо будет закладывать в билет, либо это надо пассажиров заложить. То есть это еще одна такая глобальная проблема у перевозчиков, которая возникла с Нового года. Но, насколько я знаю точно, что буквально в октябре, в ноябре данный вопрос по количеству поездок, он будет рассматриваться. То есть это не откладывается, это именно будет рассматриваться. И для удобства вот уже ввели картонные проездные, вы знаете, да. То есть человек, который, например, где-то с командировки опоздал, то он не в течение месяца, а, например, активировал картонный проездной 15 числа, он у него в 60 поездок действует. То есть я считаю, что... В течение неограниченного времени? Нет, 60 поездок. 60 поездок, ну, да его можно в любое время использовать, эти 60 поездок. И тут основной вопрос возникает, конечно, в том, что это очень неудобно. Когда человек ездит, когда человек ездит чрезвычайно мало, то 60 поездок, когда действительно она еще ездит? Вот когда в метро спускаешься в Москве, ты же не покупаешь сразу там безумный какой-то проездной, потому что ты понимаешь, ты, да, неизвестно, когда ты еще и сколько ты ездишь. А, кстати, сколько стоит эта карточка на 60 поездок? 700? 720. 720, а 510, это что такое? Это льготный. 720. Еще у нас есть один звонок, алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Владимир Сергеевич. Да, Владимир Сергеевич, по-моему, вы уже высказывались по электронной признаке. Мое мнение такое, уж коли ввели эти карточки, то надо было, чтобы она пополнялась, как на сотовой связи. Смотришь, и засходились деньги, добавил, и засходились, добавил, а не так, чтобы бах-бах, 500 рублей вперед, и все, понимаете? А вы там еще говорите о 90 поездках, то есть еще больше. Нет, мы говорим о снижении и увеличении. Нет, я говорю о пополнении, чтобы сам человек определил, сколько ему пополнить. 100 рублей на 50 рублей, понимаете? Это же карточка. Сколько хочешь, только и пополняй. Вы поймите, что вы пользуетесь проездом не 15 рублей, а 12 рублей. Это вам льгота дается на 3 рубля. Это как проездной билет. Нет, здесь вопрос состоит в том, что... Нет, я говорю о пополнении счета. Чтобы можно было пополнять, как плату за мобильный телефон. Через обычный терминал, например, да? Так сейчас и так пользуются всеми услугами банков. Нет, там видите, как надо 510 рублей внести. Да. А так у меня заканчивается, допустим, ну я образно говорю, у меня... Там 100 рублей, 200, да? Я добавил 100 рублей. Нет, я смотрю, у меня примерно хватит. Я вас понял, я вас понял. Смысл-то в том, что сейчас, поймите, время еще прошло, месяц с небольшим. И этот вопрос, я вам уже, если вы слышали, сказал, что в октябре, в ноябре в город администрации, в областной администрации он уже будет рассматриваться в связи с тем, чтобы категорийность, ну, может, там, 10 сделают поездок, 30, там, понимаете? Это будет рассматриваться, потому что пошли с предложения, будет и спрос. Кстати, там эта тема обсуждалась... Нет, просто посмотрите, вы опять говорите о конкретном количестве поездок. Я вас понял, я вас понял. А вспомни вносимые. Я вас понял, услышал и доведу. Я понял вас. Спасибо. Когда этот вопрос будет обсуждаться, вы можете еще эту точку зрения озвучить. Спасибо. 708-502. И напоминаю, еще два телефона, которым вы можете позвонить и проголосовать. Транспортные карты. Первый вариант. Сделали проезд в транспорте удобнее. 42-23-01. Звоните. И это добавило проблем пассажирам. Это второй вариант. Ответа 42-23-02. Ну, посмотрите, мы сегодня зашли на сайт администрации, где искали информацию по поводу вот этих новых электронных проездных. Я вижу, что у нас есть еще телефоны, да, на связи человек, но я все-таки сейчас договорю, что я хотела сказать. Так вот, мы зашли и видели буквально там три поста, там три материала, которые были посвящены электронным проездным, и они заключались ровно там в нескольких строчках. То есть вопрос о том, что были накладки, когда вот мы говорили, что детей высаживали, пенсионеров высаживали. Мы еще поподробнее об этом поговорили. Да, мы говорили, что форсировали ситуацию. Кстати, непонятно почему. Почему вдруг раз решили, объявили и ввели. Это что такое? Это общефедеральное такое движение. От чего это такое вдруг возникло? Очень жаль, что информации очень мало. Вот последний материал, который мы на сайте администрации увидели, это то, что открылись новые пункты выдачи пополнения электронных проездных, и они там просто были перечислены. Это все. То есть никакого разъяснительного материала хотя бы для тех же девушек из Сбербанка, например, или других банков, которые обслуживают карты, в полном объеме, чтобы человек самостоятельно мог, например, изучить эту информацию, и просто нет. Нет, наверняка работа со служащими банков какая-то проводилась. Но если я человек самостоятельный, я вот хочу, вот я абсолютно в этом ноль, потому что я езжу за рулем автомобиля, я хочу зайти и полную информацию получить, и причем с ее движением эта информация, с развитием событий, чтобы быть в курсе, а ее там нет. И поэтому я что, я куда-то должна идти, тренинг какой-то проходить, чтобы всегда быть в курсе. Кто у нас на связи? У нас нас слушатель. Алло, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Я пенсионерка Нина Николаевна. Нина Николаевна, очень просим, вас убавит радиоприемник. Я очень довольна. Нина Николаевна. Не трясись кошельком, не трясись мелочью. Я на резиночке эту транспортную карту прицепила к этому, к удостоверению, в карман положила, достала все. Мне дали билетик, я очень довольна. То, что 500 рублей, да, вроде бы много. Но я думаю, до Нового года дожить и все и стратить. Насколько мы понимаем, вы пользуетесь каждый день, да, этой карточкой? Ну, не каждый день, но часто, часто, часто. Правда, еще не знаю, как было с пополнением, как я там разберусь. Но мне в банке дали такую бумажку, где я могу вот это все пополнить. И я думаю, я приду, когда пополнять, мне там все объяснят. Я довольна. Спасибо. Просто считаю, что очень хорошо. Спасибо, Нина Николаевна. Отлично. Это тоже мнение за... Ну, вот тоже. Может быть, это просто испуг перед всем новым, как у нас обычно это бывает. Вы задали такой вопрос по информации. Конечно, это не к Союзу вопрос. Опять же, у нас, когда я к вам прихожу, всегда вопросы спаливаются. И президент Союза отвечает на все вопросы и за администрацию, и за... А вы знаете, потому что администрация не всегда поясняет, да. Я вам поясню. Да, немножко спешки было, потому что в других... Каждый регион переходит по-своему. То есть, во-первых, это принимается на региональных властях. Вы это прекрасно понимаете. Продолжайте, продолжайте. Вот. И из-за чего, значит, получается так, что мы быстро ввели... То есть, мы уже говорили на тех встречах с вами о том, что вся эта суть, это для того, чтобы мы учитывали стопроцентную категорию льгот. А механизм, это уже дело администрации. Понимаете? Вот мы выработали такой механизм. Я считаю, что... Ну, как можно дать оценку за месяц? Это очень быстро. Естественно, мы хотя бы с вами встретимся после Нового года. Тогда вот, наверное, более реально дадим оценку, правильно? Когда мы проработаем с вами 4 месяца, полный квартал, и будем уже знать о реальности. Вот это мое мнение. Есть звонок у нас. Алло, добрый день. Здравствуйте, меня зовут Лидия Ивановна. Я хотела бы вот такую вам новость сообщить, что обвиняют, что пассажиры до последнего тянулись приобретением карточек. Весь сентябрь, вот сразу после того, как я узнала, что надо карточки приобретать, я ходила в Сбербанк. В октябре тоже ходила. Я не могла приобрести. И случайно узнала, что в Хлынове можно. Вопрос такой. По пополнению такая же катавасия будет. И еще очень такой болезненный вопрос. Вот для пенсионеров это более или менее приемлемо, кроме суммы пополнения. Почему нельзя сделать так, как вот мы пополняем наше мобильное действие? Мы только что об этом говорили, да. Вот. И сейчас у меня дочка живет в Радужном. Как ей угадать, если вечером не приходят автобусы, она бедна на такси до Радужного добираться? Причем это несколько раз в месяц получается. Если же они будут приходить, тогда ей катастрофически не хватать. Как сумму угадать? Спасибо. Спасибо вам, 708-502. Ну, я отвечу, может быть, грубо, но вы не забывайте, что у нас 15-рублевый проезд-то никуда не делся. И тариф-то на данный момент у нас 15 рублей. А карточка, она дает преимущество в том, что проезд будет 12 рублей на карточке. Из этого там есть и ограничения. Если бы мы понимали, что у нас проезд 12 рублей, и еще бы что-то было, то тогда это другой вопрос. А так как у нас тариф официальный в городе Кирове 15 рублей, и все это должны понимать. То есть карта она дает минус 3 рубля за каждую поездку. Из этого есть накладки, есть неудобства. Ну, например, я в четверг был сам в Сбербанке и на улице платил там за охотничий билет. И я видел спокойно, как в терминалах стоят пенсионеры и льготники по терминалу пополняют. Очередь большая была? Очередь была 3 человека. 3 человека. Мы слышали о том, что где-то огромные очереди просто были. Очередь была, я вам скажу честно, это была до 1 октября. Это когда к первому числу стремились. В первом все льготники старались и пенсионеры получить. Очереди были как в Сбербанках, так и были. Но это надо было делать заблаговременно. Мы никому не говорим. Я уже вам в начале программы сказал. Это русский человек, наш менталитет такой, что мы тянем до последнего, потом все бежим и не знаем, куда, как бы сказать, попасть, чтобы без очереди получить. Тем не менее, все равно очереди были. Я могу сказать, что очереди были и на ЦДС, очереди были и в сберкассах. Они были. Сейчас очередей практически я не вижу нигде. То есть вот сейчас в ЦДС иду, там не было ни одного человека. Вот я вижу, сейчас передо мной лежит распечатанный с, опять же, сайта администрации список офисов, где можно купить и пополнить транспортную карту Сбербанке 13. Пунктов только для выдачи транспортных карт 20 по городу. И Пхлынов еще 16 офисов предоставляет. То есть этого количества, вы считаете, достаточно или будете расширять сеть банков, которые предоставлять будут подобную услуги? Ну, плюс нужно учесть, что центральная диспетчерская служба там тоже. Я вам скажу честно, ведь эжитаж-то был не из-за того, что мало офисов, а потому что пришли в последний момент. И пришли в последний момент все в одно время. А сейчас, поймите, кто-то попользуется, кому-то не понравится, он не будет пользоваться картой. Кому понравится, он у себя определит то место. И ведь дело-то в том, что если ты пополняешь, что месяц изъездил, тот включается снова. То есть человек может пополнить это в любое время. На одно, что будут дорабатывать эту карту, и процесс все равно не обратил, будут вводить. Ведь сейчас негатив-то откуда складывается? Человек пришел, грубо говоря, там, 29-го числа. У него свободного времени может быть выходной, нет. Ему пришлось 2-3 часа отстоять за этой картой, и он сам по себе, будем говорить, что недоволен. Ну, еще не только из-за этого складывается негатив. После того, как мы сходим на небольшую рекламу, поговорим о том, как ведут себя кондукторы в данном случае, и почему высаживают детей за 9 километров от дома. Перерыв, да, буквально пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем дневной разворот. 708-502, еще раз озвучиваю номер нашего телефона. Да, тема транспортной карты, благо это или проблема. И переходим к обсуждению следующего вопроса. О случае, который неоднократно уже описывали в СМИ. О том, что ребенка высадили за 9 километров от дома, потому что он элементарно не взял с собой справку, видимо, ученическую. Это было далеко уже, получается, от Порошина. Видимо, кондуктор, увидев ребенка, не понял, что это ребенок, наверняка у него есть справка, просто она где-то забыта, как это бывает достаточно часто. И просто высадили его, а там ведь леса-поля, если наверняка каждый знает, кировчанин, что там в стороне Порошина и дальше. И ребенок шел, 13-летний мальчик шел 9 километров до собственного дома. Папа его при этом написал пост, по-моему, на Вятском наблюдателе. Да, на Вятском наблюдателе. И мы хотели взять у него комментарий сегодня, но не получилось. Как раз-таки я связывался с ним, да, но он отказался беседовать, сослался на то, что сразу после публикации был ему звонок якобы из каких-то официальных кругов. Был звоночек. Не нагнетайте ситуацию, видимо. Такой звоночек-то был? Да-да-да, смысл правильно. Но вообще, как не нагнетайте ситуацию? Потому что это ведь не первый случай. И мы знаем, что есть прекрасные, замечательные кондукторы. Вежливые, хорошие, все слушаются. Но есть ситуации, которых огромное множество, когда кондукторы вызывают большие сомнения в своем профессионализме. Их профессионализм вызывает сомнения. У нас есть телефонный звонок? Да, у нас на связи юрист Наталья Мельникова. Давайте ее поприветствуем. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Да, вы изучали вот это введение электронных проездных с точки зрения коррупционности, коррупционной составляющей. И вы наверняка в курсе многочисленных жалоб от льготных категорий пассажиров, которые сетуют, что им навязали эту услугу. Так ли это с точки зрения закона? Я с вами полностью согласна. И у меня в антикоррупционной экспертизе как раз отражено. То есть экспертиз запишется по правилам, которые подстановления правительства Российской Федерации закрепляются. Здесь я считаю, что наличие, налицо завышенное требование к лицу. То есть помимо того, что нужно получить эту карту, еще предъявить при этом паспорт и документ, которые позволят, скажем, на ту же льготу в общественном транспорте, гражданин должен помимо документа, который позволяет получить льготу, еще и предъявить транспортную карту. Кстати, я бы хотела отметить, вот сейчас я слушала вас в эфире, речь была о том, что нет вот этой стройной информации в интернете. Но я бы хотела заметить, что даже на нормативном уровне и то как бы нет абсолютно упорядоченности. То есть у нас на данный момент, например, действуют правила пользования автобусами и троллейбусами, которые утверждены депутатами Кировской городской думы в редакции 27 января 2010 года. Вот если вы их откроете, то там вы не найдете никаких упоминаний о транспортной карте. Тогда возникает вопрос, а на каком основании спецсионера, который не приобрел транспортную карту, зашел в автобус и желает проехать за наличный расчет, за 80, с него требуют транспортную карту. Потому что в правилах об этом нет ни слова, ни полуслова. Наталья, простите, можно вас прервать? У нас в студии президент Вятского транспортного союза Александр Харюшин, вот он готов сейчас прокомментировать. — Буквально сегодня на совещании союза было озвучено, что 11 октября, то есть буквально через три дня, будут городской думой выработаны новые правила, и мы все будем их изучать, в том числе что перевозчики, так и пассажиры. Так что я думаю, что 11 числа уже все будет на сайте. — Да, Наталья, скажите, пожалуйста. — С запозданием получается, да, какое-то новшество? — Наталья, скажите, пожалуйста, вот были все-таки люди, которые писали жалобы и там в прокуратуру, и даже в пенсионный фонд, вот с юридической точки зрения, жалобы этих людей, вот даже за прошедший период, который был, они вообще насколько перспективны, насколько эти люди могут свои интересы отстоять? — Ну вот здесь вот, например, то, что вы сказали, что в октябре будут разрабатываться новые правила, но согласитесь, у нас с вами правовое государство. — Нет, простите, все-таки, наверное, речь-то идет не об отсутствии транспортной карты, а об отсутствии документов, подтверждающих право на льготу. — А в том, что об этой карте, как вот нам сейчас пояснила юрист Наталья Мельникова, как сейчас пояснила, что нормативная база по этой карте, она вообще не создана в нашем регионе? — То есть есть отдельное постановление администрации города Кирова, которое и, в принципе, внутренней противоречии нет, но это как бы здесь долго эту тему обсуждать. — И потом еще, если позволите, по поводу 60 поездок, вот сейчас я слушала, были телефонные звонки к вам в редакцию, почему именно 60 поездок? — Если вы обратитесь к истории, то вообще-то в 1992 году 60 поездок было принято Госкомстата. И эти 60 поездок — это расчетная сумма при правоотношениях между государством и перевозчиком, но никак не между перевозчиком и пассажиром. То есть это то, что должно заплатить государство. — А какими-то дополнительными еще документами должно регламентироваться отношения между перевозчиками и пассажирами? — Что, извините? — Какие-то дополнительные документы еще нужны, чтобы урегулировать отношения между перевозчиками и пассажирами? Нет, это как бы давно так получается, что бюджет у нас должен компенсировать перевозчику за то, что он перевозит по льготному тарифу, соответственно, человек, который имеет право на льготу. Ну, то есть человек должен иметь право выбора, да, Наталья? Человек должен иметь право выбора 10, ему 20 или 60 поездок покупать. А уж перевозчик с государством, там они регулируют между собой по этим 60 поездкам. Нет, ну знаете, я вообще-то на самом деле предлагаю вернуться к федеральному законодательству, где речь идет о том, что вот если студент получает долговременный проезд, получает тот же самый проездок, он может проехать и 10 поездок, и 120 поездок. Но государство заплатит перевозчику именно выпадающие расходы, которые были рассчитаны на 60 поездок. Потому что перевозчик здесь, в общем-то, здесь средняя цифра получается, и она правильная. То есть эта система была и при советской власти, это было в 90-е годы, и вот до момента сентября, скажем так. Ясно. Понятно нам одно, что вот все действия, которые не понравились гражданам за август, сентябрь и начало октября, и до сих пор, пока нормативная база не подтянута под эту карту, они могут быть гражданами обжалованы в суде. Конечно. Тут вопрос только задокументировать этот факт, а правила пользования, они действуют, никто не рассматривал, никто не вносил туда никаких изменений. Причем, кстати, постановление правительства Кировской области, оно рамочное, и, в общем-то, если бы оставить по старым правилам, оно не вступает в противоречие. Понятно. Спасибо. С плохим зрением очень трудно всегда было рассчитываться в автобусе. Сейчас это просто очень... подаешь, и все очень как бы хорошо. Но есть одна вот такая вот претензия. Что беспокоит вас? Я... мне положено ехать сопровождающим, потому что, ну, понимаете, когда я не вижу первую группу у меня, мне трудно. Поэтому вот приходится, я очень редко езжу. За этот месяц я ездила четыре раза. То есть туда и обратно, туда и обратно у меня было две поездки. Но одна поездка, мне надо было ехать на флорографии, я вынуждена была вызвать человека, который приехал бы ко мне, от меня поехал бы туда, привез меня обратно, и потом ехал к себе домой. То есть человек совершил раз, два, три, четыре поездки, да? Да. Она имеет на льготный... я имею право на льготный проезд. Ну, когда она едет со мной. И то мне отказали дать ей льготный билет. Отказали дать ей льготный билет. Потому что сказали, покупайте ей льготный билет по своей карточке. Допустим. Но он идет на шестьдесят поездок, потом он прекращает свои... Я не выезжаю. Шестьдесят поездок я не израсходуюсь. Понятно. Сопровождающим. Деда, как быть сопровождающим? Александр... Короче, простите, у меня ликвидируется вот эта моя льгота на сопровождение. Давайте послушаем, что нам ответит Александр Харюшин. Дополнительный билет на сопровождающая карточка, пожалуйста. Мы вас поняли, Анна. Давайте выслушаем ответ. Анна, извините, значит, на Союзе этот вопрос рассматривался, потому что был такой же вопрос, он был еще в сентябре. И сейчас с Союзом рассматривается такой вопрос, чтобы когда едет инвалид первой группы сопровождающим, чтобы кондукторам разрешено было проводить вторую транзакцию с этой же карты. Этот вопрос буквально, я думаю, что в октябре решится. С моей карточки, да? Да, 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 с вашей карточки будет. То есть сопровождающий человек, который с вами едет. Потому что нет смысла покупать, понимаете меня? Понимаем, мы понимаем. Из-за этого этот вопрос уже вынесен на Союз. Мы рассматривали. Сейчас он до логического конца доведется, когда мы должны понять, как сделать, чтобы у кондуктора сразу с одной карточки в течение двух секунд не списывалось. То есть там какое-то будет промежуточное время. И я думаю, что этот вопрос будет лишен. Понятно, понятно, да. Анна, спасибо. А в принципе, это я считаю очень хорошая, правильная постановка. Потому что, понимаете, за меня ездила, я не ездила. Но раз у меня льго, переводились на меня деньги. Так ведь? Да. Анна, спасибо вам большое. Мы, к сожалению, должны завершать сегодняшний час. Не сегодняшний час, а первую половину дневного разорота. Да. И сейчас будут новости, после которых... Да, большой перерыв, после которых, я думаю, что мы немного продолжим эту тему, потому что мы еще не говорили про кондукторов. И продолжим тем, что по факту угроз в адрес Эдуарда Игнатьяна возбуждено уголодное дело. Продолжение следует... Благодаря записи видеонаблюдения, кафе, рядом с которым произошло первое возгорание, полицейским удалось установить личность подозреваемого. Как сообщили при службе ОМВД области, им оказался ранее судимый неработающий 23-летний местный житель. Он находился под следствием за угон УАЗа, который поджег последним. На улице поджигатель был задержан. На утро поджигатель был задержан. С его слов, по пути из кафе в состоянии алкогольного обвинения ему пришла идея поджечь десятку. Газель, мужчина, поджег в отместку внуку владельца автомобиля. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Следователи ищут автора объявления о награде за голову Игнатьяна. В начале октября на одном из интернет-форумов появилось сообщение, в котором аноним предлагает 500 тысяч рублей за смерть Эдуарда Игнатьяна, водителя BMW X5, участника аварии у октября. Как сообщили при службе следственного управления области, сейчас следователи ищут анонимного автора сообщения. По факту разжигания ненависти и вражды по отношению к армянам возбуждено уголовное дело. Прокуроры потребовали закрыть доступ к интернет-магазину наркотиков. В ходе проверки ведомства выяснилось, что провайдер Ростелеком предоставлял доступ к интернет-порталу продажи семян конопли. На сайте выявлен электронный каталог различных сортов конопли и марихуаны. Как сообщили в областной прокуратуре, иск в суд с требованием обязать провайдера ограничить доступ к интернет-магазину уже направлен. К этому часу все. В студии работал Игорь Рысев. Про поджигатели автомобиля удивительные новости. Да, брови все выше и выше выскидываются, когда мы говорим о том, что то пьяные пешеходы виноваты, то пьяные водители виноваты, то пьяные гуляющие поджигают просто стоящие автомобили. Да что ж творится-то такое? На первую машину у него причин не было, а на две последующие были свои причины. А, то есть он поджег первую, а потом думал, ну, что это я тут спонтанно, человек как хорошо горит. Чего мелочиться уже? Пойду сейчас, да. Человек устал от пробок, просто решил кардинально. В лузе нет пробок и нет развлечений. Вот такие развлечения. Просто вот таким способом уменьшать количество автомобилей и все. Нет, ты понимаешь, шел же он ночью из заведения, на законном основании, купил там алкоголь, выпил, а уж последствия, да. Ну, вот не провожал его бармен до дома, на такси не отправлял никуда, к сожалению. Очень жаль. Кого сейчас обвинять, да, в этом случае? Внука, его врага, видимо. Врага, врага там, да, который вот, ну, не знаю, да, тяжело, тяжело с этим. Вот сейчас точно выходим на большой перерыв, не переключайтесь, продолжим обсуждение электронных проездных уже в следующем часе. Хорошего дня вам! Субтитры подогнал «Симон»!